Всем привет! Сегодня очередное задание марафона и будет нежный, красивый смоки. Оставайтесь с нами, повторяйте, вдохновляйтесь. Ну и поехали! Мы сегодня с вами начинаем с глаз. Вообще, на самом деле, смоки легче всего начинать с глаз. Быстрее и удобнее. Многие мои коллеги только так и работают, потому что кожа свежее. Вы не задеваете кожу в течение макияжа. Можно долго копаться с глазами. Делать какие-то очень сложные макияжи. Ну и вопрос, когда тени немножко подсыпаются или у вас мало опыта, тоже многое решает. Конечно, если вы работаете с гостем, с клиентом. У меня просто в салоне мы гостей, наших клиентов называем гостями, поэтому я буду иногда поправляться. Легче, эстетичнее начинать, конечно, делать макияж с кожи. Тогда ваш клиент уже расслабляется, видит красивую картинку и считает, что по сути уже все готово, все красиво. Когда мы делаем глаза, чаще всего глаза выглядят не очень опрятно, когда есть макияж, но нет тона. Также, кстати, и губы красные невозможно нанести на губы, если нет тонального крема, если нет красивой оболочки картинки. Губы не будут выглядеть потрясающе красиво. Также и с глазами. Но если вы делаете, собираете модель или постоянную свою гостью, которая в вас уже абсолютно уверена, я рекомендую делать макияж с глаз. Это упростит абсолютно жизнь. Во-первых, вы заметите, насколько быстрее вы делаете макияж. А во-вторых, тон будет чище, свежее, такой фреж. Это, конечно, уже проверенная история. И я с коллегами своими, кстати, на откровенном макияже очень часто получаю именно эту последовательность. Сначала они делают глаза мне, а потом делают макияж. И когда я работала в режиме многозадачности, когда мне нужно было очень быстро собрать клиента, я говорила, мы молчим, и я сначала делаю глаза. Вот слово молчим с вашим гостем, это основополагающее в моменте, когда вы хотите сделать быстрый макияж. Я просушу пудрой от неподвижного века, вот именно от орбитальной линии под глазами. Для чего? Я оставлю кремовую текстуру на подвижном веке. Мне так будет легче втушевывать и карандаши, и кремовые тени именно в такую текстуру подвижную, кремовую. А вот на неподвижном веке мы уже можем, в принципе, зафиксировать макияж, немножко подсушить его. И я, когда буду растушевывать смоки вот в эту историю, где я подсушила консилер, у меня будет очень чистая растушевка. И если вы хотите в клиентских макияжах добиться вот этой легкости и чистоты, я могу это абсолютно порекомендовать. Также чаще всего в клиентском макияже я сразу прорабатываю орбитальную линию и работаю с сухим скульптором. Вытушевываю орбитальную складку и прямо ухожу в подбробное пространство. Весной в лимитках этой палетки будет очень темный оттенок скульптора. Он дает красивую, очень воздушную тень. Не зря у меня долго стояла и ждала эта палетка. Купила я ее в Италии. Не могу я устоять против красивой косметики до сих пор. Давайте внесем цвет. Очень люблю вносить вот такие акценты, которые по сути незаметны. То есть я румяна обожаю вносить в глаза. Часто спрашиваете, как заточить вот этот карандаш. Я точу просто осухую салфетку. У меня был вариант, завод предлагал вот сюда вставить точилочку, но тогда карандаш расходуется со скоростью света. Заполняем все подвижное веко. Наверное, самый удобный карандаш для строения смоки. Можно брать все четыре оттенка, которые есть в бренде, и каждый найдет отзыв в вашем сердечке. Тушуется идеально, даже пальцами. Можно кистью с карандаша взять. Для себя можно не закреплять, но я все-таки считаю, что для профессионального макияжа этот карандаш все-таки стоит закреплять. Я дублирую сухими тенями. Себе я очень редко фиксирую его. Мне нравится вот этот чуть влажный финиш. Кто меня давно смотрит, знает, что это моя любимейшая палитра. Я считаю, что если покупать нудовую палетку, если ее искать, то вот этот супер-нуд от Шарлотта. И вот этот супер-нуд delLife не приобрели этот карандаш, остановите видео и купите его. Это просто спасение любого быстрого, естественного, натурального нюда. Но если вы будете его усиливать, допустим, внутренним каялом темным, темными тенями, то вы с ним спокойно можете вот такую основу, базу делать под все макияжи. Это я прям советую от чистого сердца. Это отличный продукт. У меня просто есть понимание, что мы не факт, что его сможем дальше делать, поэтому обратите на него внимание. Большая моя рекомендация. И я даже по сухой тени дублирую их, чтобы создать такой эффект многогранности. Мы сейчас тушевкой создаем объем, объем глазу. И чем выше мы натушевываем, тем, конечно, глаз визуально смотрится больше. Когда вы работаете в такой формате с клиентом, это немножко опасненько, когда настолько высокая тушевка к бровям. Но если вы делаете сейчас работу, если вы понимаете, что будет видеосвет, конечно, мы все это нейтрализуем именно видеосветом, видеолампой. Когда будет макияж лица, мы еще сделаем тушевку еще шире, пока уйдем в работу с бровями и в ресничную зону. Помните о том, что вашей модели, вашей клиентке всегда будет более комфортно, если вы прокрашиваете межресничку с закрытыми глазами. То есть не выворачиваете вот так вот века, а именно вот здесь внизу. И тогда слезотечения не будет. Это действительно будет немножко комфортнее, чем обычно. И еще важный совет для каждого визажиста. Я очень рекомендую вам выбирать стул модели клиента под ваш рост. Потому что если вы до метра шестидесяти, ваш стул должен быть барный стул, с которым вы работаете, 65 сантиметров. Если вы выше метр шестидесяти, то семьдесят пять. А если вы еще выше, там, девчонки у меня работают в салоне метр восемьдесят, метр там семьдесят восемь. Я прям подушечку шью, потому что таких высоких стульев нет. Работа с неправильным положением руки гораздо опаснее, чем если бы вы посадили клиента на обычный маленький стул и сгибались в спине. Напряжение в руке и проблема с суставом гораздо сложнее лечится, чем даже ваша спина. Представляете? Поэтому всегда думайте, на какой стул вы посадите клиента. Выше тоже опасно. Я очень много работала, когда мне приходилось поднимать руку. Так чистоты в макияжах вы практически не добьетесь. И чтобы вы понимали, ваш нос должен быть на одном уровне. Ну, может быть, даже чуть-чуть повыше, чем нос модели. Нижнюю водную линию прорабатываем изначально прям по ресничному краю. Тогда мы закрепим хорошо каял. Он будет держаться. И даже когда водная линия будет наполняться слезой, каял будет стойким за счет того, что он закрепился за корень ресничного края. Поэтому изначально прорисовываем корень ресничного края, уводим в водную линию. И нам одной прорисовки водной линии точно будет недостаточно. В течение макияжа я буду поправлять водную линию, тем самым еще больше закреплять каял. Уйдем в кожу, потом закончим ресницы, брови, ну и губы. Нанесем базу. Ее пока в бренде нет. Мне хочется вот такого супер подсвеченного эффекта в макияже. Она как раз дает этот эффект. Также может сработать наш праймер с SPF бежевой. Красивое освещение. Но до этого кожа была проработана пилинг-пэдами. Нанесла я хорошую дозу прям увлажнения. Проработала губы бальзамом. Я не буду вам подробно в этих уроках рассказывать этапы ухода. Есть видео на YouTube, где вы можете посмотреть. Здесь уже непосредственно наш макияж, чтобы не отвлекать ваше время. А если вы хотите подробные, масштабные, длинные уроки по макияжу, тоже пишите. Возможно, с вами их запишем. Соберем излишки спонжем. Я на самом деле очень редко в работе использую спонж. Прямо вот по назначению от начала до конца. Для меня все-таки спонж удобнее поры притаптывать, сухой кожей работать. И убирать излишки тона, если мы где-то перестарались. Пока такая вот влажная, сияющая кожа, добавим сюда румян. Я буду добавлять румяна 0,1. Они как раз хорошо подсветят кожу. Разогреваем скульптор. Прямо хорошо его разогревать на руке. 0,3, конечно же, здесь очень теплый. Поможем нашей тушевке в дальнейшем выйти. Прокладываем эту дорожку из скульптора. И втаптывающими движениями усиливаем природную линию скулы. Более светлым консилером, таким прям немного сияющим. В данном случае оттенок 1 я проработаю центральную часть лица. Сделаю его рельефным. Пудрой все закрепим. Продолжение следует... Ну и на глаза были у нас эти румяна. Мы продолжим их внедрять в макияж. Скульптором, бронзером проработаем края макияжа. Втушуем их в тон. Вы видели, я сначала скульптором, нашим скульптором просушила пространство тушевки. А сейчас уже наношу тени. Так вам тоже будет сильно легче. И еще в последнем нашем задании я хочу рассказать о той силе, которая меня держит, которая меня ведет вперед. Для того, чтобы добиться многого, нужно быть уверенным в себе. Но уверенность — это труд маленькими шажками. С уверенностью не рождаются. Уверенность не приходит моментально. Реальные успехи любого масштаба дают опору под ногами и силы двигаться вперед. А значит, достичь своей мечты. Вдумайтесь, любые, любые маленькие успехи дают эту уверенность. Каждый день добиваемся маленьких успехов. Концентрируемся на них и хвалим себя. Поднимаем свою уверенность. Украсим щечки румяными 0,1. Они на загорелой коже выглядят просто бомбически. А еще, знаете, наш мозг очень хитер. Вы никогда не будете чувствовать себя готовым к тому, что вас пугает. Ваш мозг создан вас защищать. А перемены требуют риска. И поэтому вы защищаете себя. Если вы хотите изменить жизнь, вы должны принять решение изменить жизнь. Я вам желаю больших успехов. Масло-блеск, конечно, в обычной жизни невероятно красиво увлажняет губы. Его можно самостоятельно наносить. Но вот посмотрите, как красиво создает оно объем уже в готовом макияже. Мы закончили очередное задание марафона. Надеюсь, макияж вас вдохновит. И вы прямо сейчас пойдете собирать модель. Найдите все лучшее сразу. Сделайте косички. И выполните абсолютно простой смоки. Все условия марафона напомню под видео в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...